Метла, лопаты и грабли – полный боекомплект дворника. И как у военных, он и миной. Чтобы в бою с мусором, а зимой со снежной стихией, он его не подвел. У каждого все свое. Выдают, и они уже остаются у каждого в кондейке. Лопаты, метла, вот это все. У альпинистов-верхолазов свое снаряжение. Для работ на высоте главное – безопасность. Вот это уз, который страхует меня. Допустим, я на крыше, и чтобы, грубо говоря, что-то не случилось, я себя подстрахую. Я с помощью карабина себя встегиваю, и все, я в безопасности. Со мной ничего не случится, ветер не сдует, никуда я не упаду, не улечу. Чтобы не улететь, одной страховки недостаточно. Альпинисты каждый год подтверждают свою квалификацию. В управляющей компании ПЖРТ Куйбышевский рапортуют. Коммунальщики в полной боевой готовности. Хоть сейчас на борьбу со снежными заносами. Дворники укомплектованы у меня на 88%, но в которой нехватка дворников. Я приобрел маленькую технику мобильную – это Бобкэт, которая заменяет других у меня людей. Бобкэт – машина многофункциональная. В считанные секунды водитель меняет навесное оборудование в зависимости от погоды. С щеткой мы убираем снег, когда снег выпадает до двух сантиметров, мы его сметаем. А когда выпадает больше снега, мы ковшом чистим, раздвигаем. Всегда хорошо работать, когда это идет планово, а не аварийно, как там выразится по-русски, с кондачка. Такую масштабную подготовку к зиме в Самаре организовали впервые. Именно на таком подходе настоял и у главы города Олег Фурсов. Так что подкрасться незаметно, холодам уже не удастся. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.